Сегодня мы с вами немножко поговорим о 33-й странице трактата Баба Кама. Я хочу сделать некий дисклеймер сразу же. Тут иногда говорят, что вот, и говоришь, что все эти законы сегодня не относятся. Я хочу подчеркнуть, что вообще законы Баба Кама как раз в большинстве своем относятся и в наше время, или в основном случае можно из них что-то выучить и в наше время. Я говорил иногда про определенные законы, которые сегодня не относятся. Есть, например, законы, связанные, как мы сейчас увидим на нашей странице, со случайным убийцей. Закон Торы, да, что случайный убийца убегает в один из городов специальных и живет там, пока не умрет кое-нгодоль. Такие законы сегодня не относятся. Но и в них есть что-то, что можно выучить сегодня. Например, насколько человеку следует раскаиваться. Понимаете, если вы вели машину, например, по всем правилам движения и ничего неправильно не делали, и кто-то бросился вам под колеса, Хасвишалом, конечно, плохо себя чувствовать убийцей, но вы не убийца. Это полный онеск, так сказать. Человек вообще не виноват. И так же и по законам страны обычно. Только нельзя уезжать с места происшествия, нужно дождаться полиции, объяснить все, что было, и ничего абсолютно этому человеку не будет. Вот если он попытается скрыть следы, вот тогда его могут потом посадить. Поэтому здесь еврейский закон и Легавзил закон страны, в общем, не отличаются. Логично, что если человек вообще не виноват, даже получилось, что из-за него кто-то погиб, но виноват тот, кто прыгнул под машину. Или даже если этого человека столкнули, например, под машину. Но чем виноват водитель? А вот если человек хотя бы немножко виноват, пусть это случайное убийство, но это уже убийство, пусть случайное, тогда вот он убегал в один из этих городов. Поэтому есть следствие и сегодня, насколько сильную чубу нужно сделать. Может быть, иногда будет значение иметь в отношении Коэна тоже, который, как говорится, если он даже случайный убийца, он не может благословлять народ. Как говорит стих Ишаяху, ваши руки полны крови. Идея именно поднимать руки, когда благословляешь народ, то особенно важно, чтобы человек не был убийственным. Если он абсолютно не виноват был, ему кто-то бросился под машину, даже если он таким образом убил человека, но, конечно же, он от этого не потеряет привилегии благословлять народ. И, конечно, там тоже есть свои нюансы, если он раскаялся и тому подобное, я же не буду во все это вдаваться. Я хочу сказать, что есть, может быть, следствие, если человек в те времена убегал бы в один из городов, то он, во всяком случае, случайный убийца. А если ему не нужно было бы убегать, как в нашем примере, в начале 33-й страницы, что если он кинул камень, а потом кто-то высунулся и поймал, так сказать, своей головой этот камень, то он бы не убегал в один из этих городов. Так вот, тому здесь, на самом деле, приводят диспут, относится ли это только к изгнанию, если человек убил таким образом случайно, что кинул камень и кто-то высунул голову, мы сказали, что ему не нужно убегать в изгнании. Хотя, наверняка, какую-то чугу он должен сделать. Такая ситуация, он не полностью анус, это не полный ионез. Но, во всяком случае, в Талмуде приводится два мнения насчет того, нужно ли платить, если ущерб был, если не смерть была, а ущерб. То есть, кто-то высунул голову, когда уже камень летел и получил рану. Нужно ли платить в такой ситуации? И вот у нас халаха, как приводит шуханару, что платить не нужно. Так что есть следствия даже из законов, которые, на первый взгляд, кажутся, что не имеют никаких практических применений. Но то, что я говорил, это что есть многие законы, которые не имеют почти практических применений, хотя бы из-за того, что, скажем, к нас разные виды штрафа сегодня не могут судить, потому что нет у нас судей, которые имеют смеху. Смеха оборвалась уже около двух тысяч лет, чуть меньше. И поэтому у нас нет возможности судить определенные финансовые законы. То есть, вначале ухоженные штаты рассуждаются, что сегодня судят и как сегодня еврейские суды занимаются судопроизводством. Но, по крайней мере, вот буквы законов, когда всякие были штрафы, когда платил человек двое больше, там, например, за воровство и тому подобное, то вот такого плана вещи сегодня, как правило, не относятся. Вот. Потом есть, конечно, законы, которые просто встречаются очень редко. Они не то, что не относятся, но они встречаются так редко, что я не люблю их обсуждать, если это чрезвычайно редкая ситуация. Кроме как, если есть особый хидуш, который хотел бы рассказать. Я уже говорил, что мои уроки, они не сделаны вместо дофьоми. Или чтобы действительно делать дофьоми. Тогда нужно было всю страницу читать. И такие уроки уже существуют, их немало. Где всю страницу прочитывают и переводят, и пытаются объяснить. У меня короткие уроки, некий синопсис. То есть, иногда я суммирую самые интересные идеи, на мой взгляд, или что-то неожиданное. Иногда добавляю какой-то хидуш, который даже человек, изучающий дофьоми, может быть, не знал бы и не заметил. Иногда привожу какие-то конкретные примеры, которые могут быть интересны. Но, во всяком случае, мои уроки, они... можно их слушать отдельно, даже если человек не изучает дофьоми, а можно использовать их как добавок, дополняющий цикл дофьоми в какой-то степени. Так вот, я многие законы подчеркиваю, что это имеет либо редкое отношение, либо вообще не имеет почти отношения практического сегодня. Но это не всегда так. Вот, например, на предыдущей странице, помните, мы обсуждали человека, который ведет себя необычным образом, например, бегает. Если он кого-то при этом ударил на бегу, то это сегодня будет полностью относиться. Я видел такой вопрос интересный. Есть такая организация, называется «Бизнес Халаха». По-английски они пишут разные вопросы, и вот в том числе пытаются на современный лад объяснить, да, как это все применяется, законы Баба Камы к современному миру, и не только Баба Кам, Баба Мецея, Баба Тра. Так вот, в том числе, они к предыдущей странице приводят именно такой случай, когда дети игрались, и один сломал другому очки. Но они объясняют, что не нужно платить. Почему не нужно? Потому что это когда уже оба как бы бегают, оба согласились, что они будут рисковать. Понятно, что когда играешься и дерешься друг с другом, они там такую вот игру затеяли, довольно-таки, могущую привести и к ссадинам, и к ломанию вещей, поэтому это все равно, что если бы двое бегали и друг на друга наткнулись, в таких случаях платить не нужно. Так что все эти законы, в принципе, имеют отношение сегодня. Многие законы все интуитивны, то есть они кажутся логичными и без того. Я думаю, что большинство бы людей, которые не сведущи в Торе, тоже бы согласились, что если дети стали так играться, и один другому разбил очки, то не надо было, так сказать, лезть. Если ты хочешь сохранить свои очки, не лезть в такую игру. То есть они оба одинаково виноваты, поэтому невозможно заставить платить в такой ситуации. Вот если один человек бегает или делает что-то необычное, а другой ведет себя нормально, он просто шел по дороге, вот тогда, если этот его собьет, то он будет нести всю ответственность. И еще здесь обсуждаются, например, такие случаи, когда, допустим, человек зашел в чьи-то двор, мы говорили, что обычно, когда кто-то заходит в ваш двор, если даже ваше животное, например, его поранило, допустим, ваш собак его укусил, то вам платить не нужно, не надо бы ему заходить. Но если он зашел с разрешения, тогда уже вы несете ответственность. И вот в том числе здесь обсуждается случай, если работники пришли требовать свою награду, чтобы им вовремя заплатили. Они же имеют право получить свою зарплату. Такой случай, когда им нужно именно идти домой к человеку, тогда-таки он отвечает за возможный ущерб, который в его дворе может произойти с этими работниками. Рома приводит это в шухонарухе. Что если работники пришли в тех местах, где обычного, это все в случаях, когда они не могли у него потребовать зарплату вне дома, тогда они заходят к нему в дом с разрешения, так сказать. Следующая мишна на 33-й странице. Это довольно длинная мишна, которая обсуждает два быка, которые принесли друг другу ущерб. Так вот мы не смотрим на это как два разных закона, а смотрим на общий знаменатель, так сказать, общую разницу. Допустим, один принес учебу другому на 100 долларов, другой на 50. Тогда мы говорим, что значит разница в чем? 50. И вот теперь уже смотрим, какой бык, допустим, предупрежденного хозяина, какой нет. Допустим, бык, который хозяина предупредили, принес учебу второму быку на 100 долларов. А тот первому на 50 долларов. Но тот второй бык, сейчас даже не важно, если это второй на 50, то не важно, был ли предупрежден хозяин второго быка. Но вот первый получается больше его ущерб, значит, он должен платить 50. А раз хозяин был предупрежден три раза, значит, он платит всю сумму. А если было бы, что его бык как раз он там, то есть хозяина не предупреждали, и опять же, его бык принес больше ущерб, допустим, он другому принес ущерб на 100 долларов, а тот бык этому на 50. Тогда он, соответственно, платит половину от разницы, то есть так как общая разница, 100 минус 50 это 50, значит, он платит 25 как за ущерб быка, который, хозяина которого не предупреждали. Это основной смысл данной. Мишна, тут есть еще нюансы, которые я уже не стал вдаваться, и мнение Раби Акивы, между прочим, в случае, когда бык не предупрежденный, хозяин не предупрежден был, а бык подался с человеком, у него особое шито, я не буду во все это вдаваться в детали. И тут следующее, Мишна говорит, и дальше будут, на следующей странице, пытаются объяснить самый главный вообще закон здесь. В чем закон, который сказан в Торе, в главе Мишпатим? Что говорится, если бык одного человека убил быка другого, то, говорится, они делят пополам живого быка и мертвого. А если этот бык уже раньше бодался, тогда пусть платит весь ущерб. Так вот вопрос в том, что значит делят пополам и мертвого быка, и живого? Как вообще это так? А если, например, бык, который бодался, он стоит меньше, чем бык, который был убит? Бывает, что ли, что вообще человек, который владеет первым быком, что ли, заработает даже на этом, что его бык бодался, а он даже заработает на этом? Вот представьте себе такую ситуацию, что бык маленький, но бодливый, убил быка, который очень большой и имеет много мяса. Так даже, когда он мертвый, и он навеял, а евреи это есть не будут, но неевреи с удовольствием купят такого огромного быка за большую сумму денег. Поэтому, если теперь разделят пополам тушу мертвого быка, то, может быть, наоборот, заработает на этом хозяин бодливого быка. Может быть, половина туши мертвого стоит больше, чем здесь его бык даже, например. Понимаете? Такое тоже возможно. Поэтому ясно, что Тора не это имеет в виду. Тора имеет в виду, что нужно платить половину ущерба. То есть, когда быки, например, одинаково стоят, тогда это все понятно, что если один бык убил другого, то платят половину вот ущерба, то есть, как будто бы разделили пополам и того быка, и другого. То есть, потерял и хозяин потерпевший, да, у которого бык был убит, и хозяин, у которого бык стал бодаться. Так он не ожидал этого, это необычное поведение. То оба берут половину ущерба на себя. Это все логично. Так вот здесь первая мишна из этой серии это здесь, а следующая будет на следующей странице. Они как раз обсуждают, о каком быке конкретно речь идет в Торе. И в том числе вот начинается с того, что если навеяло вообще ничего не стоит. Значит, если бык, который стоит 100, 100 динеров, допустим, убил быка, который стоил 200, и труп вообще ничего не стоит. Тогда, конечно, нелогично будет делить пополам и то, и другое. Тем более, что труп вообще ничего не стоит. Значит, тогда что же произойдет? Так как ущерб был на 200 долларов, и мы говорим, что ущерб делится пополам, то он просто отдает потерпевшему своего быка, который как раз стоит половину стоимости убитого быка. А вот следующий мишник, как я сказал, будет более сложный случай, и они будут спорить уже Раби Гудэ, Раби Мер. О таком ли случае речь идет в Торе, когда говорят, что пополам пополам все делят. Так что в нашем случае мишник как раз не пополам делят. Но ущерб, действительно, половину ущерба он компенсирует, но отдает он всего быка, а не половину. Потому что его бык стоит двое дешевле, чем бык потерпевшего. И на этом я на сегодня закончу. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok